Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами на тему все-таки копать или не копать огород. Тема не такая простая, как кажется. Существуют две альтернативные мнения. Это кто-то за то, чтобы традиционно перекапывать с помощью вот такого инструмента или с помощью современных уже культиваторов или механизмов каких-то землю. Кто-то говорит как можно глубже, кто-то помельче, а кто-то говорит, что и вовсе копать огород не стоит. Что якобы мы с помощью перекопки нарушаем естественные процессы, которые происходят в почве и наносим большой урон природе. Прежде всего, прежде чем все-таки дать рекомендацию копать или не копать, я хочу напомнить следующее. Само по себе сельское хозяйство не является естественным процессом, если отделять те процессы, которые происходят с человеком, от нормальных природных процессов. Человечество, начиная в свое время еще из древних времен сельское хозяйство, действовало весьма-весьма агрессивно. Выжигало растительность, уничтожало леса, чем, собственно, можно сказать, до сегодняшнего дня и занимается, возможно, в какой-то более цивилизованной форме. Выращивание сельскохозяйственных растений идет разрез в принципе с теми естественными процессами, так называемыми естественными процессами, которые происходят в природе. При всем том, человек является абсолютно естественным фактором природным, который живет в природе, взаимодействует с природой, изменяет природу. Многие животные, как и человек, также изменяют природную среду, которая находится вокруг. Вспомните птиц морских. Они заселяют острова, питаются рыбой, свой помет оставляют на поверхности камней, тем самым существенно преобразуя ту окружающую среду, в которой они находятся. Какие-то из животных, которые там раньше жили, перестают там существовать. Жизнь на них становится совершенно невыносимой. Природная среда изменяется очень сильно. Тысячелетнее наслоение этого помета, птиц, которые питаются рыбой, превращаются в полезные ископаемые. Разве это не изменение окружающей среды? Конечно, это изменение. И таких примеров можно привести огромное множество. Даже элементарный муравейник в лесу и то является неким изменением окружающей среды, которые муравьи осуществляют под свои собственные нужды. Другое дело, что человеческая психика может воспринимать процессы, которые происходят естественным образом в природе, когда живые организмы изменяют окружающую среду под собственные нужды, в отрыве от совершенно аналогичных процессов, которые осуществляет человек. Из-за этого возникает конфликт, что человек враг природы. Но это, конечно же, неправильная постановка вопроса. Почему об этом важно было сказать? Потому что как раз-таки те природные земледельцы часто ратуют за то, что вот эта вскопка, глубокая вспашка, это слишком сильное, слишком драматичное изменение окружающей среды, которая наносит большой ущерб окружающей нас природе. Ну, как вы понимаете, на самом деле все наносит в той или иной степени ущерб природе. Все природы – это вообще борьба сплошная за существование, в том числе и человека. Зачем человек придумал глубокую обработку почвы? Какие у нас есть проблемы при выращивании растений? Во-первых, это необходимость получать большие урожаи. Для того, чтобы урожай с маленькой площади был большой, необходимо изменить окружающую среду таким образом, чтобы она как можно меньше влияла и давлела на эти растения. Это сам процесс по себе уже неестественный. Само собой, что вспашка земли, перекопка земли будет создавать наиболее благоприятные условия для тех растений, которые мы выращиваем, и наименее благоприятные условия для тех организмов, которые пытаются полакомиться этими растениями, которые пытаются конкурировать с этими растениями, которые пытаются забрать у них те ресурсы, которые имеются в природе и те ресурсы, которые мы даем этим растениям. Именно в этой связи вскапывание земли является совершенно необходимым приемом при возделывании огородных, сельскохозяйственных и прочих растений. Что мы добиваемся, когда мы вскапываем землю? Во-первых, для многих сельскохозяйственных растений те условия, в которых мы их выращиваем, являются абсолютно неестественными. Для каких-то растений тяжелые, глинистые, заплывающие почвы являются абсолютно неестественной средой их обитания. Они там расти не могут. В этой связи на таких почвах нам необходимо максимально глубоко вскопать эту землю, чтобы сделать ее более пышной, более арируемой, более проницаемой для влаги, для того, чтобы влага не застаивалась, для того, чтобы она стекала, покидала это наше поле. Если этого не сделать, то многие сельскохозяйственные растения на таких землях расти не будут. Любые мнения и любые комментарии на этот счет должны пропускаться не только через призму своего собственного опыта и того конкретного поля, которое имеется в распоряжении у человека, но и через призму того многообразия условий выращивания растений, которые существуют в мире. Здесь у меня, на моем участке, почва совершенно легкая. Это легкий, очень плодородный с углем. Для него наибольшей проблемой является не столько застой влаги, сколько засуха. Если приходит засуха, то эту почву льешь, 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 она легкая, вся эта вода неизвестно куда уходит. Поэтому на своем участке я могу обеспечить и минимальную обработку почвы. Могу обеспечить только культивирование, только какую-то легкую, очень поверхностную спашку, дискование. На других почвах, как я уже сказал, спашка абсолютно является необходимой. Второй проблемой, которую помогает решить перекопка земли, это борьба с сорной растительностью. Существует мнение, что глубокая спашка выворачивает на поверхность земли те пласты банка сорных растений, банка их семян, которые накопились там за очень-очень долгое время. Еще за то время, когда эти земли не относились к оккультуренным сельскохозяйственным угодам. И при постоянной перепашке мы выносим, выносим, выносим на поверхность сорные семена и создаем благоприятные условия для их прорастания и роста. Это и так, и не так. Ну, во-первых, не по всем сорным растениям семена сохраняются так долго. Во-вторых, даже если вы не будете глубоко вспахивать землю, у вас просто изменится состав сорных растений. У вас заселятся те сорные растения, которые максимально и наилучшим образом будут приспособлены именно к вашей агротехнике. Уйдет голензога, придет мокрица, уйдет мокрица, придет пырей, уйдет пырей, придет осод, уйдет осод, придет послен, уйдет послен, придет щирица и так далее. Природа приспосабливается к окружающей среде, которую изменяет человек очень быстро, гораздо быстрее, чем бы нам хотелось. В этой связи спашка является также все-таки и мерой борьбы с наиболее злостными многолетними сорняками. Конечно, в отношении отдельных сорных растений спашка не поможет. Но тот же пырей, пока мы не уберем от корневища из земли, или пока с помощью других агротехнических приемов не уберем вегетативные органы этого сорняка, мы успеха в борьбе с пыреем не добьемся. Ну, есть соответствующие методы. Однако, против многих других сорняков, таких как одуванчик, подорожник, бьюнок и многие другие мышиные горошки, этот прием очень и очень помогает. Третий плюс, который дает перекопка и спашка почвы, это возможность внести удобрения, будь то органические удобрения, или будь то минеральные удобрения, и поместить их на глубину корня обитаемого слоя. Не секрет, что поверхностное внесение удобрений не только не приносит пользы сельскому хозяйству, но и приносит большой вред, потому что талыми водами, дождевыми водами этот слой удобрений сносится куда-то, с почвы смывается, до растений доходит, а участвует в загрязнении, в том числе водоема. Поэтому, хотя бы небольшая перекопка почвы, но все-таки нужна. При этом, чем глубже вы перекопаете почву, тем глубже и ближе к самым основным корням растения вы донесете эти удобрения. Конечно, все очень зависит от того, какие растения вы выращиваете. Если это пшеница в сельском хозяйстве, у нее корни достигают глубины 2 метра. А если это какие-то овощные растения, типа огурца со слабой поверхностной корневой системой, то история, конечно, совсем другая. Кто-то скажет, я не использую ни минеральные, ни органические удобрения, ну, может быть, органические немного, и у меня все прекрасно растет, я пользуюсь только сидоратами, только мульчой, только какими-то вот такими, ну, как бы органическими приемами возделывания растений, и у меня все прекрасно. Однако, надо учесть, на каких почвах выращиваются эти растения. Если это хорошо гумированные почвы, с высоким баллом пашни, хорошо обеспеченные различными веществами для растений, то, конечно, трудности выращивать растения на такой почве никаких нет. Вы просто используете те природные богатства, истощаете эти природные богатства, которые были накоплены до начала активной сельскохозяйственной деятельности на этих землях. Если же это лесные, серые земли, подзолы, кислые суглинки, тяжелые кислые суглинки, малоплодородные, а может быть это какие-то песочки, супеси, которые недалеко от реки располагаются, с очень низким плодородием, очень мало гумированные, то вот эти все приемы, только сидораты, только мульчирование, ничем вам совершенно не помогут. Без спашки, без перекопки, без внесения на вот эту глубину корнеобитаемого слоя удобрений, никак вы хорошие урожаи не получите. Конечно, интенсивность обработки почвы очень зависит от уровня ваших ожиданий. Если вы хотите получить большой, богатый урожай, то безусловно, вам необходимо что-то сделать, что-то вложить, какие-то ресурсы для того, чтобы получить этот урожай. Если же вы ведете такое экстенсивное сельское хозяйство, когда с небольшой площади вы готовы получить и маленький урожай, ну, занять большую площадь, конечно, при этом вложения, удобрения, обработки почвы и так далее могут быть минимальными. Вот такие преимущества дает нам перекопка почвы. В то же время, на сегодняшний день, агрономическая наука не стоит на месте. И повсеместно в крупнотоварное производство внедряются методы безотвальной технологии обработки почвы, легкой обработки почвы, поверхностной обработки почвы. И это стало возможно благодаря широкому применению гербицидных препаратов. Когда сорные растения в сельском хозяйстве уже не являются проблемой. И когда вот такая глубокая обработка почвы уже не является необходимым приемом для борьбы с сорной растительностью. В этом случае можно провести дискование, можно провести культивирование там на глубину, ну, например, 15 сантиметров. Закультивировать удобрения, надеясь, что из года в год, из года в год при их внесении происходит вертикальная миграция этих удобрений вниз. И при постоянном удобрении, в весеннем удобрении, в конце концов, корнеобитаемый слой вполне насыщается необходимым объемом тех питательных веществ, которые нужны для успешного роста растений и формирования богатого урожая. Но и вы должны в таком случае учесть, что либо вам придется очень интенсивно полоть с целью уничтожения, особенно таких многолетних злостных сорняков, которые будут заселяться постепенно на вашем участке без глубокой обработки почвы. Либо также использовать, ну, какие-то искореняющие обработки, не обязательно гербицидными препаратами. Есть и щадящие способы уничтожения сорной растительности, о которых я, безусловно, вам здесь расскажу. И еще нужно вспомнить о опасности такой малой, малообъемной обработки земли. Это хорошо, если у вас на участке нету, например, подгрызающих совок, нету картофельной моли, нету картофельной совки. Ведь самым главным мероприятием по борьбе с подобного рода вредительными является глубокая перепашка земли. Когда пласт, в котором зимуют эти вредители, переворачивается для обеспечения тщательного промерзания пласта грунта, где находятся эти вредители, для их последующей гибели. Если у вас их нету, ну, тогда здорово. Вы можете вот взять, поверхностно немножечко подкопать, буквально на 10-15 сантиметров, взрыхлить верхний слой почвы и что-то посадить. Если же эти вредители у вас есть, то без глубокой вспашки, без глубокой обработки, без постоянной перекопки вам просто-напросто не обойтись. Какой же генеральный вывод из этого выпуска? Так все-таки копать или не копать? Для того, чтобы однозначно ответить на этот вопрос, для каждого персонального огорода, для каждого даже участка на одном огороде, необходимо знать историю его возделывания, все его характеристики, какая почва, чем она характеризуется, ее механический состав, увлажнение, это засушливая зона или влажная зона, что больше вредит, недостаток дождей или избыток влаги. Надо иметь информацию о тех культурах, которые вы планируете высаживать. Это корнеплодные овощи, это картофель, это груза, это капуста, это что-то еще. И только тогда можно ответить однозначно на вопрос, так копать все-таки землю или не копать? Как видите, нюансов очень много, и споры здесь могут вестись только на уровне одного участка с одинаковыми условиями, с одинаковыми растениями и с одинаковой историей. Как лучше всего для него поступить? Не стесняйтесь, задавайте свои вопросы, говорите о тех нюансах, которые есть у вас на участке, говорите о том опыте, который у вас есть на участке, обработки земли. Мы обязательно это обсудим, обязательно подискутируем, по мере возможности отвечу на все ваши вопросы. Ну, не забывайте, что иногда начинаются спекуляции какие-то на тему о нейробной микрофлоре, которая там живет, которую вы переворачиваете, которую вы уничтожаете там, и так далее, и так далее. Не слушайте некомпетентных людей, даже если они пытаются говорить что-то сложными научными словами, и очень для вас кажется убедительным. Лучше спросите у тех, кому вы доверяете, или просто поищите несколько мнений, и примите то, которое вас наилучшим образом убедило. На этом я прощаюсь с вами, надеюсь на дальнейшие встречи. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok